всем привет мои дорогие с вами маша и сегодня мы поговорим о парфюмах я вам покажу свои новые летние ароматы начну я с очень нежного аромата это ледушин аромат немой но я решила его показать потому что он очень летний и заслуживает внимание чипеншик high love от маскина я думаю что многие из вас знакомы с ним потому что он не новый он старый но от этого не менее приятный я здесь ощущаю апельсин может быть еще какой-нибудь цитрус дерево что-то древесное очень легкая однозначно и вы знаете какую-то ягоду сейчас я чуть позже вам точно назову ноты когда наносишь его на кожу восприятие немного меняется однозначно апельсин смородина я бы сказала красная такой знаете свежий апельсин красная смородина и какая-то древесина однозначно аромат невероятно легкий невероятно воздушный очень нежный свежий и молодежный на мой взгляд это однозначно молодежный аромат хотя я думаю что он может понравиться всем вне зависимости от возраста то есть я бы сказала что он от девочки подростка до плюс бесконечности однозначно летний аромат и вы знаете вот когда лето когда жарко когда скажем отправляешься куда нибудь на прогулку в какой-нибудь парк или в какой-нибудь кафе на открытую веранду скажем и не хочется себя ничем перегружать не хочется наносить на себя что-то серьезное тяжелое насыщенное приторное но в то же время не хочется выходить из дома голой хочется все-таки что-то нанести я думаю что этот аромат подойдет очень даже потому что он не будет перебивать ароматы сада ароматы цветов кустарников деревьев он не будет с ними смешиваться ну в то же время вы будете ощущать на себе очень приятную нежную свежесть вот я уверена что именно для этих случаев этот аромат может понравиться женщинам абсолютно любого возраста также я думаю что его можно взять с собой на море тоже чтобы он не перебивал ароматы цветущих кустарников деревьев цветов и так далее и даже аромат моря то есть я думаю что он идеально подойдет вот для лета для моря для прогулок изумительный аромат а так он конечно же молодежной девочкам девушкам подойдет просто изумительно потому что он будет подчеркивать их молодость их нежность свежесть и я думаю что он им понравится потому что или душ он очень понравился а у неё такой вкус что ей мало что нравится вы знаете я давно не покупала себе маскину потому что купила какое-то время назад я уже не помню какой был аромат что-то вот из этой серии он оказался очень нестойким и я после этого перестала их покупать но сейчас я он мне даже нравится я это понимаю и возможно я буду его у нее заимствовать будем летом вместе душица это все тоже не исключено сейчас я вам быстренько назову ноты верхней ноты апельсин грейпфрут красная смородина и лимон вот апельсин чувствуется ощущается очень четко очень прямо вот его ни с чем не спутаешь дальше идет час чайная роза камыш ландыш сахарный тростник и корица это база вот эти ноты я не ощутила они прямо вот незаметны и наконец мускус белый кедр и древесные ноты вот древесные ноты я уловила то есть такое вот сочетание и повторю что если вы с этим ароматом незнакомы и вам нужно что-то очень легкое нежное воздушное а то присмотритесь к этому аромату возможно он вам понравится дальше следующий летний аромат от из-за и мяки please and please у меня был такой уже аромат я его может быть даже когда ты показывала но я люблю все ароматы от из-за и мяки вы знаете и классику и не только и этот аромат он тоже очень летний свежий очень цветочный приятный ненавязчивый сейчас я вам не падай сейчас я быстренько назову ноты аккорды болгарской розы розового перца и нероли дымчатая акварельная база нарисована в чувственных оттенках белого мускуса почули и кетра вы знаете я бы не сказала что тут явно ощущается болгарская роза розовый перец ту он этот аромат явно цветочный я бы сказала что здесь ощущается букет возможно пион возможно розы или вот представьте сочетание этих ароматов вот примерно что-то такое то есть очень нежный тоже очень приятный аромат и по стойкости вы знаете часов 8-10 он я бы сказала чуть менее стойкий чем базовые классические ароматы но я вам их тоже много раз показывала чуть чуть менее стойки но вот такое количество времени на мне он держится давайте я его нанесу я буду сейчас благоухать вы знаете когда наносишь на кожу до роза ощущается вот все таки имеет большое значение большая разница да вот если мы наносим на кожу аромат если мы его просто слушаем поэтому надо конечно же всегда наносить на кожу потому что на каждом человеке аромат раскрывается по-своему то есть вот это однозначно если мы хотим понять нравится нам аромат не нравится нашим не наш надо его намести надо его на себе поносить и чтобы он раскрылся окончательно потому что когда я вот сейчас наношу это одно когда он раскроется через какое-то время то это будет уже другой аромат но не менее приятный и я всегда поступаю так если я не знаю допустим аромат если это какой-то новый аромат я во первых всегда наношу на кожу всегда потому что только так можно понять что за аромат какие там ноты хотя бы примерно и понять свое ним не твое и так далее дальше следующий аромат следующий аромат от jo malone willow and amber я очень люблю отжимал он я люблю свежие легкие ароматы это лимитка аромат 19 года и он изумительный сейчас я вам назову ноты их тут мало тут его ибо и амбра то есть белое и вам также ветивер кашмирское дерево ваниль ну и амбра то есть основные ибо и амбра аромат просто изумительный девятнадцатый год так сейчас секундочку прошу прощения у меня звонок быстренько отвечу и продолжим все мои дорогие я снова с вами просто не могла не ответить иногда бывают звонки на которые нужно обязательно отвечать так вот jo malone 19 год сегмент нишевая парфюмерия и лимитированные издание аромат изумительный он меня просто покорил вы знаете здесь я ощущаю его и какую-то невероятную свежесть просто невероятную приятную свежесть все как я люблю просто потрясающий нежный аромат тоже конечно же он летний однозначно летний видите как он красиво сделан посмотрите кстати белая крышечка и посмотрите нарисованы его мне кажется изумительно просто даже вот одна от одного на него взгляда уже как-то становится очень приятно и свежо хотя дизайн абсолютно дал и конечный как у всех ароматов от jo malone но он на мой взгляд просто изумительный просто изумительный и раскрывается он практически моментально вот я его только что нанесла это был более насыщенный аромат сейчас он раскрывается и становится более свежим более насыщенным хотя конечно же эти ароматы не стойки он держится где-то часов пять наверно на мне примерно так иногда может быть даже и больше но всегда можно подушиться добавить аромат освежить его то есть это я в этом не вижу абсолютно никаких проблем он просто изумительный и не исключено что я его буду использовать также в холодное время года все зависит от моего настроения но аромат просто изумительный если вам нравятся свежие ароматы цветочные цитрусовые то я вам очень рекомендую его понюхать послушать изучить поносить на себе обязательно на себе поносить и я думаю что он вам очень понравится потому что он ну такой вот помимо того что он свежий помимо того что он воздушный он как летящее облако как знаете такой вот проносится такой теплый летний легкий 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 ветерок он такой вот нежный в то же время изысканный и несмотря на то что здесь в основном и вода в основном он как бы очень богатый очень насыщенный свеже насыщенный богатый запоминающийся и конечно его не спутаешь ни с чем изумительный аромат его просто нашел с превеликим удовольствием потому что это абсолютно моё 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 и я в него можно сказать просто влюбилась с первого взгляда и и наконец заключительный на сегодня аромат он отнюдь не летний но я его купила до поездки в грецию потому что я на море всегда беру какой-то насыщенный тяжелый аромат я не знаю почему но мне почему-то это нравится хотя по идее надо брать только легкие ароматы но я вот наряду с легкими беру также и тяжелый аромат и кстати у меня спрашивали какие я брала с собой ароматы на море я брала этот аромат и саймиаки я брала кинзо и я брала этот аромат от мантали интенс кафе что я могу сказать про этот аромат я его знала то есть это не новый аромат для меня я также тушилась этим ароматом но вот купила себе да я его впервые но это абсолютнейший манталь 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 тем кому нравится розыз маск интенс розыз маск и другие ароматы такого плана этот аромат конечно же понравится сейчас нам назову ноты цветочные ноты верхние ноты средний кофе роза базовые амбра ванили белый мускус то здесь отчетливо ощущается роза и кофе в основном розы и кофе аромат невероятно насыщенный очень тяжелый очень такой знаете со видны серьезный и вы знаете сейчас он мне надоел возможно от того что я очень много пользовалась ароматами от манталь вот зимой очень часто много практически постоянно я ими пользовалась и поэтому скорее всего уже как бы вот он мне поэтому надоел то есть я отсытилась этим этими вообще ароматами и как-то вот я думаю что он будет у меня стоять до лучших времен точнее до худших времен пока не наступит осень такая знаете глубокая осень и тогда возможно я начну его используется он будет меня согревать морально потому что сейчас как бы вот я не хочу его на себе носить но он хороший аромат очень такой ну как и все ароматы от мантали кто любит манталь тот понимает о чем я говорю то есть вот intense rose mask rose mask если вам это нравится то этот аромат вам понравится однозначно он унисекс мужской женский и как и все ароматы от мантали на мужчинах он звучит по одному на женщинах совершенно по-другому это нормально это естественно ну и также на каждом человеке каждый аромат звучит по-своему и держится тоже на ком-то дольше на ком-то нет то есть все наверно зависит от кожи я даже не знаю чего на нам не ароматы всегда держится очень долго даже от joe malone так что это как бы все мои новые ароматы что-то мне подарили что-то я сама купила все мои новые ароматы но вот на данный момент самый такой вау аромат это от joe malone и я также нахожусь сейчас в поиске хочу найти какой-нибудь аромат от которого у меня начнет кружиться голова но вы знаете не могу ничего найти я перенюхала и переслушала огромное количество новых ароматов и мишевых и не мишевых и таких и других и мне не нравится абсолютно ничего вот я говорю за исключением вот этого аромата от joe malone но мне хочется найти что-то вы знаете такое свежее цветочное или цитрусовое более или менее стойкое более или менее яркое интересное оригинальное что-то такое чтобы был такой вот знаете интересный букет и я не знаю что мне делать напишите пожалуйста посоветуйте может быть мне что-нибудь если вы знаете какой-нибудь новый аромат или может быть не новый пусть он будет старый в принципе мне все равно мне самое главное чтобы я влюбилась в этот аромат и потеряла голову вот никак не могу потерять голову и влюбиться просто вот нюхаю слушаю наношу на себя ношу на себе но вот ни один аромат мне не нравится настолько чтобы я захотела его купить все мои дорогие благодарю вас за внимание пишите пожалуйста какие у вас появились новые ароматы всем отличного настроения удачного дня до скорой встречи всех целую пока пока